Да, ребята, смотришь вот так на такой рост и думаешь, что же покупать дальше. С 30 долларов на 180 долларов всего лишь за неделю. Это, конечно, жестко. Всем профита, ребята, с вами Крилл Эванс. И у нас на связи Эфириум Классик, который улетел на Луну. Вот такие дела. Давайте посмотрим, что же он сделал, куда он улетел и что может быть еще у нас по Эфириум Классику. Также сегодня с вами рассмотрим Ван Де Попа и его прогнозы на ближайшее будущее. Итак, поехали. Берем с вами инструмент по тренду, попробуем понять, куда мы пришли. Копеечка в копеечку, раз. Еще, если проведем параллельную линию, еще есть вот такая цель, два. Но мы вполне можем вот так откорректироваться. Поэтому давайте посмотрим, что же у нас может случиться в рамках этого движения. Попробуем предположить взять этот фрактальчик и накинуть его вот сюда. Давайте посмотрим. Как-то вот так может получиться. Вполне. Давайте возьмем еще уровень поддержки положим. И это у нас будет таким локальным дном этого растущего цикла. Я думаю, что, ребята, Эфириум Классик еще себя покажет. И вполне еще может дать много. 450-500 долларов. Я, конечно же, не жду. Но вполне и такое может быть. Мы с вами увидели, как он с 30 долларов сделал 180 долларов за неделю. Ребята, это сумасшедший результат для такой старенькой монетки. Поехали дальше. Ван Де Поп наш любимый амстердамский трейдер. Фулл-тайм. Да. Давайте почитаем его посты. Что же он у нас сегодня нам хочет сказать. Итак, спрашивает у него человек в его твиттере. Не могли бы вы мне объяснить, как Эфириум Классик вырос с 30-40 долларов до 130 менее чем за 2 недели. И, само собой, Ван Де Поп приходит и говорит. Конечно же, покупателей больше, чем продавцов. Но элементарно же, дружище. Элементарно. Вот такие дела. Поехали дальше. Что у нас еще? Так. Вот такой план у нас рисует Ван Де Поп по поводу биткоина. Очень интересная концепция. Видим, да, что будет еще у нас такой флетик. Давайте посмотрим, где же он это взял. Я примерно вот так себе накинул. Итак, мы сейчас вот в таком боковике. Куда мы можем прийти? Давайте посмотрим. Значит, что мы можем здесь взять? Можем взять вот это все накопление вот такое и показать вам его вот здесь. Как-то вот так может у нас быть ситуация по концепции Ван Де Попа. Такой взяли фрактальчик, накинули и посмотрим, как будет дальше. Оставляю это на ваше рассмотрение и на ваше рассуждение и обсуждение в комментариях под этим видео. Посмотрим с вами дальше. Что у нас по доминации должна падать? 44% мы были с вами, ребята, и идем с вами к нашей локальной цели и максимальной минимальной цели по доминации биткоина. Поехали дальше, посмотрим, что у нас еще. Так, я все еще верю, что эфириум перевернет биткоин в плане капитализации, говорит нам Ван Де Поп. Дальше, что еще? У нас Зеликва и Чейнлинк, он ждет еще 3-5 иксов от данных монеток. Давайте с вами их посмотрим и тоже посмотрим, что у нас с ними технически и обсудим эту ситуацию. Итак, Чейнлинк. Чейнлинк у меня есть на бирже каренси. Сколько у меня его? 100 монеточек. Он, ребята, у нас потихоньку отрастает и закрепляется выше 47 долларов. Все отлично, все хорошо. Поехали по Чейнлинку посмотрим. Да, ребята, все хорошо. Он у нас потихоньку так параболически загибается. Скоро будем уже выходить. И думаю, на баксов 90-100 он может вполне прилететь. Я думаю, что, ребята, этот памп, который у нас связывается с пампом Доги Коина, после этого около 7 миллиардов у нас перелилось в Эфириум Классик. Я это заметил, думаю, вы тоже это заметили. Давайте посмотрим. Доги Коин у нас было около 82-85 миллиардов капитализации. Они все перетекли в разные альткоины, в том числе в Эфириум Классик. Странная концепция. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу данного перелива. Почему именно Эфириум Классик? Это очень интересно. Поехали дальше. Посмотрим с вами Зеликва. Вот Зелику я тоже жду. К биткоину она хорошо смотрится. К доллару давайте посмотрим. У нас мы находимся на обновлении, на переписывании максимумов. АТАЖ новые формируем. И я думаю, что если мы закрепимся, то мы полетим очень сильно. У нас Ван Де Поп ждет, значит, Зелику по 7, ребята, долларов. Это, конечно, сумасшедшая цифра. Давайте посмотрим, где она у нас здесь. Вот здесь он ее ждет, данную монетку. Даже не знаю, что вам сказать. Да, ребята, что в принципе? Это, конечно, жесть. Это, конечно, сумасшедшая жесть. 7 долларов по Зеликве, ребята, я не жду столько. Я жду доллар 2, не больше 7 долларов. Не знаю, что должно произойти, чтобы столько налили в Зелику. Поехали дальше. Хороший пост. Итак, проверим сегодня. У нас Ван Де Поп спрашивает сам у себя, походу, и у своих подписчиков. Может ли Диа стоить 50 долларов, Свайп 50 долларов, Айкон 10 долларов, XLM Stellar 2 доллара и WeChain 1 доллар. Поехали посмотрим. Диа. В ранних постах он ждал Диу по, ребята, по 70-100 долларов. Немножко, вижу, понизил свои цели, но Диа полетела так знатно. Знатно полетела, вот видим, да, и вполне закрепляется уже в данной зоне. Диа только не может пробить и переписать свой максимум. Не может переписать его, но давайте посмотрим, куда ждет ее Ван Де Поп. Итак, мы с вами тоже ждем ее в район 30 долларов. Ван Де Поп ждет ее в район 50-70 долларов. Вот сюда. Такие дела. Мой крысюк бегает как сумасшедший и не дает мне ролик записать спокойно. Это, конечно же, печально, но что поделать, такова крысючая жизнь. Главное, что он не хомяк. Вот такие дела. Так, дальше, свайп. Хорошо его расторговали здесь, я вам скажу. Так, свайп он ждет по сколько? По 10 долларов? 50 долларов. Ого-гошечки, дружище. Значит, 50 долларов, да? Куда-то вот сюда. Интересно. Ну, в принципе, в принципе, да? Как-то вот так. Вполне может выйти, вполне. Верхняя зона, значит, нашего обосходящего тренда. Вполне может быть. Думаю, что ниже он этой зоны не пойдет. Потому, да, вот такой длинный плацдарм можем сформировать. Потом будет вот такая проторговка. И вот еще одна волна роста. Вполне может быть. Ребята, вот первая волна, расторговка вторая волна, расторговка третья волна. И уже будет потом падение. Мы, может быть, в рамках до 2022 года с вами будем оказываться где-то вот здесь, да? Может такое быть вполне. Поэтому свайп поддерживаю. Может быть 50 долларов. В принципе, смотрится туда вполне. Так, дальше. Айкон. Айкон, ребята. Значит, идет вот сюда у нас. Это 4,6 доллара. Это первая зона сопротивления. И у нас наш all-time high. Это 12 долларов. Сейчас мы стоим 2. Он уже вышел. Уже такой у нас булранчик начинается. Поддержку закрепили вот здесь. Это у нас зона 2 долларов. Если закрепляемся выше этой зоны, будет у нас такая расторговочка. Она уже у нас здесь есть. Скоро можем, ребята, выходить с такой расторговки. Примерно вот так, я думаю. Ну и как всегда по вот такой концепции можем пойти. Эту зону, если закрепляем, вполне можем улететь. Поэтому, пожалуйста, Айкон к вашему вниманию. Давайте посмотрим с вами, что же это за такая монетка. Айкон. Полтора миллиарда капитализации. Нету ограниченной эмиссии. И имеем с вами почти 150 миллионов торгового объема. Про торговки в день. Ага, про торговочка такая. Ну, неплохая. 50% у нас. Она подросла немножко. Посмотрим, что у нас будет по Айкону. Что же это за такой проект интересный? Это у нас децентрализированный агрегатор. Так, понятно. В принципе, их много. Довольно прикольно сделан сайт. Ребята, очень интересно. Видим, что и Айконфай, Айконбет. Мосты есть разные. Посмотрю этот проект и вам еще раз его покажу. Так, видим, что мы объединяем балансер, палькодот, эфир и разные блокчейны. Интересно. Давайте переведем. Еще раз прочитаем для себя, что же это вообще такое. Айкон – это блокчейн протокол для децентрализированных приложений. Как цепочка агрегаторов, она обеспечивает интерпирабельность, сеть взаимосвязанных сетей, объединяющих все данные блокчейна в один слой. Очень интересно, ребята, почитать. Изучу и вам также посоветую, может быть, будем тоже покупать данную монетку. Интересно выглядит. И цели у нас, в принципе, ясны. На перехай будем смотреть и будем наблюдать за данным проектом. Дальше, XLM, Stellar – наш старый проект. Давайте посмотрим. Итак, XLM. Подходим к своим максимумам историческим. И я думаю, будем их скоро обновлять. И по 2 доллара, ребята, вполне. Вполне. Ван Де Поп ждет, поскольку по 2 доллара. Да, ребята, согласен. Вполне. Ван Де Поп фигни не скажет. Давайте посмотрим. 2 доллара. Вот сюда примерно. Даже больше могу сказать, что именно Stellar может дать больше. Вот такие дела. Так, Витчейн. Витчейн, ребята, Витчейн. Это у нас была, кажется, деноминация. Да, или что это было такое, не знаю. Но Витчейн, ребята, идет. Идет. И куда ждет Ван Де Поп Витчейн? На 1 доллар. Это еще X5 от текущей цены. Это у нас визуально вот так. И да, ребята, визуально так тренд туда и идет. Даже может быть и больше. Потому Ван Де Поп вообще бесспорно, красавчик, слов нет. Дальше, что у нас еще? Итак, с участием EOS, Bitcoin, Diamond, Quatum и Ethereum Classic все-таки все хорошо. Поздравляю, вы являетесь участником от сезона. Итак, все летит, все шикарно, все хорошо. Итак, EOS, Bitcoin, Diamond, Quatum. Давайте посмотрим эти проекты. Давно их не смотрели. EOS. Ё-моё-то, ты тоже ракетуля. Посмотрите на это, ребята. Куда он летит? Здесь парабола уже у нас. Прям такой параболический рост пошел, да? Давайте покажу вам. Так мы идем. Прям загибается график. Скоро вот так пойдет, походу, да? Но пока все хорошо. Думаю, что мы дадим коррекцию. Дадим, да? В любом случае как-то вот так. Дадим вот коррекцию. И может быть еще пойдем разочек. Вот. Но смотрит EOS на обновление своих максимумов. Я этот проект не люблю. Я этот проект не покупаю. Да, вижу, что он идет. Но я его покупать не буду. Даже если он будет стоить 30 долларов. Ребята, даже если он будет стоить 100 долларов, на EOS мне все равно. Это мое личное мнение. Дальше. Биткоин Даймонд. Это у нас BTD вроде бы, да? BCD. Ох, BCD. Тоже, ребята, полетел. Ну, блин, альтезон, конечно, сумасшедший. Летит даже скамина. Даже скамина любая. Даже если это не скамина, она летит. Вот такой здесь тренд. Вылетели сразу. Давайте 60-ю скользящую подрубим и посмотрим. Да. 60-я скользящая поддерживает все эти тренды у нас в этом сезоне. Пока все хорошо. По Биткоин Голду нечего сказать. У меня его, ребята, ноль. Ровно ноль. Я сейчас накапливаю Теру активно. Потому что, ребята, у нас хорошие для вас новости. Значит, у нас уже запустилась наша машина валидатора. И, ребята, скоро будем стейкать с вами Теру Луну на 33% годовых. Это сумасшедший процент. Нулевая комиссия будет валидатора. Давайте я вам покажу Теру Луну. Вас уже подготавливаю потихоньку, чтобы вы могли ее накапливать. Тера Луна, ребята, у нас будет прям сумасшедшим проектом. Вот такая у них экосистема огромная. И я считаю, что она будет просто еще больше, еще больше принята. И здесь куча всего напичкана. И стейблкоины свои есть, да, от Теры. И есть куча интеграций с разными проектами. В том числе и с Соланой, с Панкейксвапом, и с Палькодотом. Есть еще у нас, значит, Эрдропы. Анчер Протокол. Это у нас проект внутри Луны, который помогает ей давать взаймы. Бору такой, да. И брать кредиты, и их гасить. Видите, тоже это будем рассматривать. Юнисвап, видим, да, куча всех вокруг разных проектов. One Inch. В общем, куча здесь всего напичкана. В принципе, за раз так и не скажешь. Огромная экосистема, и она будет еще больше, ребята, со временем, я думаю. Также у них есть такая, более такая дефляционная модель, да. Они тоже сжигают потихоньку Луну, если я не ошибаюсь. Мне об этом рассказывал наш валидатор. Поехали, посмотрим с вами. Она идет шикарно, скоро, думаю, будет выходить наверх. Вот, потому я покупаю Теру Луну. У меня ее 200 штучек. Буду покупать еще. Думаю, за месяц, два, три накоплю, наверное, тысячу Луны. И буду стейкать по 33% годовых у нас на нашей машинке валидатора. Также, кстати, только 100 машин могут валидировать официально Теру Луну. У них такое правило, и мы одна из этих машин. Вот, и будем с вами, ребята, все это проделывать. Также буду все это изучать, потому что валидирование – это такая отдельная тема. У нас в криптокомьюнити уже два валидатора. Потому, пожалуйста, вступаем в наше криптокомьюнити по ссылкам в описании. Обучаемся вместе. Я прихожу каждые 2-3 дня, вам даю лекции, обучение. Привожу валидаторов, привожу психологов, привожу трейдеров, привожу разных юристов. Мы все это обсуждаем, общаемся, даю монетки, даю анализ, даю обзоры рынка и разные проекты. Все это в одном сплоченном коллективе. По ссылкам в описании забираем эту подписку. Дальше. Кватом, ребята, тоже полетел. 32 доллара уже стоит. Пролетели эту зону сопротивления сразу, выбили. Пролетели, значит, на 34 доллара ровно. И это у нас тоже зона сопротивления первая. Дальше у нас цель это 46. И потом, само собой, зона 73, 75. А потом уже, ребята, 100 и больше долларов. Кватом, видим, летит. Да, альцезон, конечно, сумасшедший у нас в этом году. Так, ребята, наши пузыречки раздуваются. Ethereum Classic скорректировался, само собой. ОМГ у нас 12 долларов с 7 прилетел. Так, Monero, Monero, 430 долларов, уже 470 долларов прилетел. Значит, BitTorrent подрос. Давайте посмотрим еще BitTorrent. О, красота, улетел. Видите, вот здесь мы могли покупать с вами его, и он уже улетел. Кто покупал, ребята, молодцы. 100% уже он отрос. Ждем с вами новых горизонтов. Я думаю, что он будет обновлять свои еще максимумы, еще больше переписывать их. Потому ждем BitTorrent вперед. Так, здесь понятно. Anthology. Anthology. И посмотрим еще ADU. Видел, что ADU полетела. Да, полетела. Здесь, в принципе, уже мы это обсуждали. И давайте Anthology. ONT. Anthology в рамках тренда шикарно идет. Уже показывал ранее. Все хорошо. Потому, кто покупал, ждем дальше. Думаю, что с каждым новым ростом у нас будет все больше и больше ускоряться и более идти вертикально вся эта движуха по нашим альткоинам. Почему? Потому, что вот у нас первая концепция роста. Потом, думаю, мы войдем вот в такую фазу роста, уже более вертикальную. Ну, и последняя фаза роста будет где-то вот даже вот здесь. Не знаю, где она будет. Но она будет уже вот такая, прямо вертикальная. Вот так мы будем уже идти. То есть, можем вот так вот пойти. Потом уже вот так. И это уже будет конец нашего альтсезона. И вообще сезона роста в целом. И потом будем с вами идти на спад. Вы видите уже эти закономерности ранее. Мы шли более вот так горизонтально. Потом уже более вертикально. И после проторговки полностью вертикально уже. То есть, вот такие дела нас могут ждать в рамках этого цикла. Горло село. Ребята, пойду попью чайочку. У нас на дворе утро, 7 часов утра. Погнали, посмотрим бонусы, скидки, всякие движухи. И будем с вами заканчивать. Итак, ребята. У нас, значит, Ripple немного откорректировался, само собой. Chainlink у нас, я уже показывал, тоже откорректировался. Compound просел. Ну, так неплохо на 100. 60 долларов просел, но сохраняет восходящую тенденцию. Uniswap тоже немножко просел. И Litecoin у нас держится молодцом. Все хорошо. Балансируем портфели. На бирже Currency получаем скидку 15% на свои торговые комиссии. Забираем бонусы по ссылкам в описании. Дальше забираем бонус от биржи OKEX 0.5 Flow за регистрацию. И за торговый оборот 500 долларов. Пожалуйста, если вам нужно это, берите. Не нужно, не берите. Такие дела. Тоже концепция Win-Win. Вы получаете, и это получаю тоже я. Также CR-ошку давайте посмотрим. Стейкаем CR-о на бирже Crypto.com. Ребята, я стейкаю, достейкиваю постоянно. Давайте посмотрим с вами на CR-ошку. Потихоньку закрепляется, отрастает. Есть шикарная возможность прикупить и застейкать на 180 дней. Я буду стейкать 2-3 года. Постоянно докупаю, постоянно достейкиваю. Покупал, значит и здесь покупал, и здесь покупал. И даже вот здесь немного прикупил. Также прилетело немного с рефералки. Ну немного, ну много прилетело. Также людям тоже прилетает от меня в виде бонусов. То есть за регистрацию, за первый депозит и за стейкинг вы получаете по 50 долларов. Вот, я тоже их получаю и вы получаете их на основе концепции Win-Win. Я отдаю вам, вы отдаете мне. Вот такие дела. Поэтому по ссылкам в описании забираем все эти бонусы. Про крипто-комьюнити я уже все сказал. Трезер тоже покупаем через наш сайт и приобретаем себе такие холодные кошелечки. И отдаем скидку, отдаем кэшбэк на нашу платформу, на наш сайт. И получаем себе вот такое мобильное устройство, где вы можете хранить свои криптовалюты. Плюс вы получаете паспорт-менеджер для хранения своих паролей в одном надежном крипто-кошельке с сид-фразами. Всегда вы сможете его восстановить. И это безопасно, если вы не додик. Ну такие, ребята, дела. Извините, пожалуйста, за такие грубые слова. Но у нас люди некоторые купили себе трезеры через каких-то левых посредников. И эти посредники им сгенерировали сиды. И он спрашивает, а почему у меня украли мои монеты? Так ты же отдал свой кошелек какому-то человеку. Он его распаковал. Создал тебе сид-фразу. У тебя ее забрал. Отдал ее тебе. Ты залезла свои биткоины, он у тебя их забрал. Восстановил себе кошелек. Ребята, никому не отдавайте свои сид-фразы. Никому. Официально покупайте через сайт. Заходим на наш сайт по ссылкам в описании. Берем подробнее. Берем получить трезер. Это реферальная программа. И покупаем официально через трезер. Вот и все. По ссылкам в описании. Покупая через нас, вы отдаете 15% от стоимости данного кошелька в виде кэшбэка нам в комьюнити. Чтобы мы могли развиваться и их тоже покупать. Чтобы их разыгрывать на ютубе. Вот такие дела. Моя позиция по луне дальше стоит. Я пока ее не закрываю. Буду еще покупать. И дальше ее вести. С пятым плечом, небольшое плечо, много маржи долил. Сижу, жду, пока меня заберет. Если заберет. Портфельчик, ребята, растет как сумасшедший, как на дрожжах. Потому всем такого же роста. Всем, ребята, удачи. Всем профита. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok